...позе бега, улыбаясь и повернув лицо в зал, затем снова бежит к правым воротам финиш. Все повторяются за ним, синхронно и отработаны. Но когда все финишируют, раздается свисток. Мой внимательно наблюдал за всей процедурой, все начинают потихоньку расходиться, пятый тяжело бежит. Вот отдыхалась. Люблю старт. Потому что он короткий? Нет, просто люблю. А я обед люблю. А давайте вместо старта сделаем второй обед. Ты что, дуреха? Хватит на сегодня раз предложений. Восьмая с опаской смотрит вверх. Ноль обыденно швыряет вниз одну из молний и бьет в летапу. Вот видишь, даже ноль разгневался. Пойдем лучше. Прокодя мимо них. О, гром. Дожди увидайте. Все разбившись на кучки и по половому признаку начинают постепенно уходить. Каждый полно в свою сторону. Нечетные налево, четные направо. Сцена пустеет, свет тускнеет. Судьи начинают разматывать и устанавливать центральную сетку. Установив, включают свои фонарики и начинают медленно, как тени, ходить вдоль забора, каждый по своей стороне. Ноль наверху яма скучает под зажженным ночником. Медленно входит седьмой и становится посередине своей половины. Входит восьмая и точно так же становится со своей скорой. Седьмой замечает ее и подходит немножко ближе. Восьмая видит его, но не подходит. Атмосфера довольно тягостная. Ноль, видя, что ничего не происходит, немного льет возле восьмой. Воды из лень. Резко оттает. Ой, а у нас дождь пошел. Подставляет руку под капли. Радостно. А у нас нет. Ноль придет на другой край платформы и поливает на сторону седьмого. А теперь у нас пошел. А у нас закончился. Снова подставляет руку. Ты больше не любишь меня? Ты много здоров. Теперь ты любишь ее? Или ты всегда любил только ее? Выдавливает. Нет. Что нет? Подходит немного ближе к серфе. В последнюю ночь передачи эстафетной палочки ты был не так ласков, как всегда. Я это сразу почувствовала. Четные всегда это чувствуют. А нечетные, пока не застукают свою пару с другим в комментаторской кабине, кто ничего и не поймут. Палычка, почему ты молчишь? А что сказать? Ну, скажи что-нибудь. Ведь ты думаешь что-то. Ты постоянно думаешь что-то. И что ты делать дальше будешь? Ведь ты ее ждал, а не меня. Или к тебе очень. Зачем ты так говоришь? Нет, я тебя ждал. Не ври. Я все чувствую. Я всегда все чувствую. Правда тебя? А с четвертой все кончено. И давно? Неуверенно. Сегодня. Не верю я тебе. Я знаю, что такое любить. Это по-другому. Это всегда одинаково. Нельзя любить как-то по-другому. Ага. Нельзя любить по-другому. А можно любить только другую. Но так же сам. Ну, что ты в ней нашел. Что на ней полоски по-другому нарисованы. Но ведь это же только сверху под этим. А оттопыливает свою одежду. Мы ведь все одинаковые. Тихо. Ну, я тебя не люблю. Я не ее... Восьмая чувствует голову. Ноль от руки начинает крошить снег до седьмого. Седьмой снова обрадовался и ободрился. Хоть снег пошел. Я очень люблю снег. Ноль высыпает на седьмого все ведро. Седьмой стоит весь в бумажном снегу. Затем закрывает глаза, разводит руки в сторону и поднимает лицо вверх. Громко. И еще я очень люблю тебя. Восьмая смотрит на седьмого. Ноль смотрит в пустое ведро и уезжает на платформе наверх. Еще громче. Да, я очень сильнее всего. Всего, что здесь есть. Кричит и убегает. Я очень люблю тебя. Я очень люблю только тебя. Восьмая. Растаявшая, медленно уходит, улыбаясь. Из-под потолка опускается платформа с нолем. У него в руках два ведра, полных снега. Он выискивает глазами седьмого. Не находит. Немного расстраивается, выливает весь снег вниз, бьет в литавры, ложится спать и гасит ночник. Сцена погружается во мрам. За нос. Я тоже, как Саша, не буду ни о чем. Саша, не буду ни о чем. Саша, не буду ни о чем. Музыка прекращается. Один из студий свистит с крестов. Первый, как обычно, по-деловому уходит с правилами, под мышкой. О чем-то думает, о чем-то промочит в себе под нос. Входит по сцене, провожа смех не замечая в консерве. Затем, машинально подхватывая пиел, переносит в левый передний угол цены и собирается уходить. Из корзины доносятся прензитивные детские плачи. Первый замер, занесенный ногой, плач прекратился. Только первый снова шагнул, плач начал сразить еще больше силы. Первый подбегает и заглядывает в корзину, затем в ужасе отшатывается. Плач не прекращается. Первый хватает корзину и начинает метаться с ней по сцене. Потягивает, входит в вторую. Тут же начинает морщиться от звука плача и быстро подходит к первому. Вторая видит, что в корзине шарахается от первого. Тут увидит вторую, тоже шарахается от нее. Они немного расходятся, затем снова сходятся. Первый, присущимися руками, передает второй корзин. Она берет неотвух. Входит третий. Вторая ловка нахоту, вкладывает корзину в ноги третьего и тут же откладывает от него. Третий, как ни в чем не бывало, идет к первому, который начинает быстро ходить от него кругами. Входит четвертая. Третий идет в ее сторону. Четвертая видит корзину и шарахается от него. Плач не прекращается. Третий, не видя источник плача, идет на нечетную сторону. Все держатся от него подальше. Входит пятый, потягивается. Подняв руки, заглядывает в корзину и замирает сходить на внуках. Третий разворачивается и идет с задним воротом на черной стороне. Входит шестой. Подбегает сзади к уходящему третьему и заглядывает в корзину, развернувшись. Медленно идет ко всем, показывая пальцем вслед в третьем. Морча открывая рот, копрыгает. Вторая пускает до пятого. Входит седьмой и восьмой. Возвращается опешивший третий, неся корзину перед собой, передает ее восьмой. Восьмая идет и смотрит на нее, держит, подпрыгивает. И начинает передать по сцене попыток отдать кому-нибудь корзину. Все бросаются от нее в сцепну. Ноль проснулся от того шума. И с простой не смотрит вниз за происходящим. Входит девятый и десятый. Фанфас сбивает девятого сну. А восьмая включивает корзину по условным десятым. Десятая автоматически доходит на середину сцены, мимо замерших номеров. Там смотрит корзина. Испуган. Ой, ну леплик. Десятая тоже хочет отдать кому-нибудь корзину, но все снова начинают убегать. Вторая, наконец, в неравзии в обдорке. Рядно. Так, хватит. Даю сюда. Выхват под десятый корзину. Так, что это? Нет. Итак. Кто это? И что это? И главное, чьё? Это не моё. Это не моё. Это не моё. Это не наше. Кто её нашёл? Все начинают показывать пальцами друг на друга, пока не с цепочкой указаний не опирается на стороне. Успокаивайся, обращаясь к первому. Так, значит, где ты её нашёл? В последний раз спрашивают. Тут. Первый указывает на место, прятая на данный второй. Вторая ставит туда под землю, но прекратившаяся не так давно плачет, тот же его подгонкается. Вторая резко подхважает под землю спором. Он пытается рассмотреть, что он может убегать, как получили много. Так, значит, кто её сюда принёс? Тишина. Хм. Вопрос, наконец-то, поставлен правильно. Обводит всех тяжёлым взглядом. Я жду. А может, оно само? Само даже у этих, как его не происходит, а у нас, в номеров, попадано. Итак, кто это сделал? Пауза. Ладно. Вторая снова ставит позиона на пол и достаёт из неё большую, кляпичную куку с ночного ребёнка. А это вот такой же, как и все плыжные костюмы на этом месте. Кто-то подержит куку одной рукой изнутри упротает ребёнка. Вторая принимает ребёнка на голову. В последний раз спрашиваю, чьё это? Лидия. Кто? Что? Лидия. Ух ты мой, юниорчик. Щаскочит его. Ладно, опускаю здесь ребёнка. Пауза. Затем все чётные номера. Разом начинают рост паться, это разница ребёнка. Тот начинает гулять. Всё, хватит. Проглятые чётные инстинуты. Чётные, пристыженные. Некотя выбираю под ребёнку. И всё-таки, откуда он взялся? А может, он прилетел к нам из других миров? Смеясь. Ага, в этой корзине. Никто, кроме этого, не смеётся. И все серьёзно на него смотрят. Девятый, ободрённый поддержкой хватает корзину, пытается с разбегу запустить корзину в полёт. Корзина не летает. И падает на пол. Вся номера одновременно начинают смеяться на девятых. А может, это его? Восьмая. А за ней все остальные задирают голову вверх. И пытаются там что-то рассмотреть. Ноль отрицательного машинного головы, но его никто не видел. И головы не отпускают. Ноль кидает вниз ноги и бьёт в металл. Сех резко в каждую голову. Так. Я думаю, что это не его. Всех одобрительно кивают. Девятый, позади всех, в очередной раз беспешно пытается запустить корзину в полёт. Первый отбирает у него корзину и ставит её на прежнее место. Перед второй. А может, это их? Десятый осторожно кивает назад, пусть и все номера пытаются осторожно вернуться. Не думаю, у них и номеров так есть. Небольшая палома. Кстати, а какой у этого? Все смотрят на ребёнка. Медленно читали. Один. Один. Резко указывая на первого. Это его. Я так и знала. Все смотрят на первого. Нет, это не я. Клянусь великим налём. Смотрит вверх и хлопает себя в ладони полной. Тогда кто? Побираем его. Ну, не знаю. Знаю только, что для этого, брезгливо указывает на ребёнку, нужны как минимум двое. Показывает два пальца. И это должны быть чётные и нечётные номера. Медленно, постепенно, ускоряются. Ты хочешь сказать, что если взять чётные номера, сложить их вместе где-нибудь. Шестая показывает на комментаторскую кабину. То получается это? Вторая немного поднимает ребёнка вверх. Тут кивает голову, но никто этого не замечает. Все в прострации спорят жалко. Тихо. Почему, что-то у нас. Ладно, потом. Продолжаю рассуждать, но уже громче. Значит, чтобы узнать о виновных, надо сложить их номера. А какое это номер? Семь, мы пожимаем от плеча. Этот номер следующий после. Какой у нас самый младший номер? Поднимаю память. Самый большой номер нашего мира – десять. Спасибо. Но, к сожалению, он далеко не самый главный. Таков порядок. Так написано в правилах. Так завещал великий. Перебивая его, значит, это следующий номер после десяток. Десять и ещё один. Кто умеет считать до десяти? Третий раньше умел, а потом забыл. Впрочем, как и всё остальное. Но я всё помню. Я ещё первого учил. Я умею. Я же третьего учил. Говорит одновременно с третьим. Правда, при сложении может возникнуть погрешность. Что же делать? Как узнать? Надо поставить парень те номера, при сложении которых получается десять и ещё один. Все пораженные высказывают номер третьего и пытаются его смыслить. Первый выкачиваем его. Начинаем же выставлять. Первый начинает считать на постяжках. Расставлять пары. Начинаем неправильно. Все ему пытаются помочь. Ещё больше пыта. Вторая, ухудшавшая ребёнка, пойдёт рук к земле. Но на этот раз интересно следивший за происходящим. Тоже считает на постяжках довольно медленный. Наш, кто-то записывает на бачке бумаги, выцелит карандаш и почёсывает их в лысину. Первый, наконец, всех расставил по парам шеренков. Вторую с девятых. Третьего с восьмой. Четвёртую с седьмой. Пятого с шестой. Последний с ним десятое. Первый начинает пить вдоль шереновый номер. Так, значит, 2 плюс 9. Это 10 и ещё 1. Ни за что. Дальше. 3 плюс 8. Это 10 и ещё 1. Фу! 4 плюс 7. Это 10 и ещё 1. Шестая отрицательная надевает головой. 5 плюс 6. Это 10 и ещё 1. Шестая отрицательная надевает головой. Первый подходит до десятой. 10 плюс 1. Это 10 и ещё 1. И начинаем с зубровой лицей. Десятая подплитывает к первому. Водалька на руку разворачивает и ставит шереновый номер. Радостная. А теперь давайте голосовать за лучшую пару. Десятый смеётся. Первый вырывается, а друг десятый. Нет. Это в другом мире голосует. А мы должны прислушиваться к чувству разума и воли. Великого Ноля. Все снова смотрят вверх. Но всё ещё что-то высчитывающее. Смотрят вниз и отрицательно включают твою ночь. Все по одному начинают опускать голову. Обводя пару взглядов. Я думаю, это... А кто он? В смысле кто? Вот вы решили, дорогуша, что дитя юниор. Да, номер он. Номер он. Один из нас. Что тут непонятного? Ну вот чей? Да нет, кто он? Чётный или нечётный? Чётный или петро, дорогая. Или конь с пальто, дорогой. Дорогий. Как же определить его предотвлежность? Ребёнка снова выстроит из кользины и начинает осматривать. Шеренка поломалась. Ребёнок снова начинает плакать. Знаю. Надо снова строиться. Ну теперь по номерам. Первым. Строй. По номерам. Стройся. Первые начинают снова ставить всех неровные шеренки. Теперь уже по порядку номеров и быстрее, чем в прошлый раз. Ребёнок остался в руках второй. Юниора последним. Все по цепочке передаю десятый, которая тут же начинает самим нянчиться. Считай. Первый начинает идти вдоль шеренки и считать. Вторая, третий, четвёртый. Нет, не так. А как? Первый идёт к девятому, не посчитал пятого, который взлужливо потянулся до первого. Надо считать по принадлежности. Чётный, нечётный. И начинает с себя. Ага. Понял. Я так и хотел с самого начала вечно меня запутывать. Первый идёт к началу шеренки и начинает считать себя, указывая пальцем. Нечётный, четная, нечётный, четная, нечётный, четная, нечётный, четная, нечётный, четная. Первый останавливается возле десятой, увлечённо раздвигающий ребёнка. Десятая, увидев первого, вытягивает руки с ребёнком в сторону, продолжая им шеренгу. Нечётный, 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 нечётный. Я же говорила. Начинается бурное веселье. Шеренга ломается. Ребёнка начинают передавать по рукам. А как его забудут? Веселье и движение прекращаются, ввиду появившейся новой проблемы. Ноль устала до консультации. Игл поднимать. То есть, как его... Да, как его номер. Один и один. Что тут непонятного? Нет, нет, это будет неудобиться. Нам и одного, одного хватает. Киваят на первого. А тут к этому одному ещё один и один. Это что у нас там? Три вроде выходят. А второй, третий нам не нужен. Точно. Мы и с первым, третьим еле справляемся. Смеётся. Все смотрят на динатор в полном замешательстве от его головного мира. Нет. Ни второй, ни третий, первый нам точно ни к чему. Я отлично справлюсь со своими обязанностями и один. Ого, это спорный вопрос. Нам и второй, и третий тоже ни к чему. Впрочем, таких нет. Беряй за голову. Стоп, стоп. Пещает, дайте нас снова, всех забуду. Ругает, улыбаясь ему. Дайте подумать. Нужно дать ему хороший номер. И главное, красивый. Пусть он будет умным. Как первый. Он же его нашёл. Предлагаю номер первый. Или короче, венец. Или конец, тоже коротко. Или лучше, конец делу венец. Ой, закрывай тропу поля. Это слишком длинно. Важно. Ну, раз я, как справедливо смели заметить, его нашёл, точнее, привёл в этот мир, то пусть будет он зваться один на десять. Девятый смеётся и показывает на десятую пальца. Десятая показывает ему язык, затем подскакивает к первому и хватает ему задку. Я хочу сменить пару. Смеётся. Грозный. Сейчас ты сменяешь не пару, а положение свою, и смеётся, положение режу и плачу. Десятая отпускает первого, отбегает и прячется от второй за спинами других. Продолжай подбор. Один на... Да какой-то там... На... Да. Дцатый. Дцатый. Один на... Дцатый. Один на... Дцатый. Один на... Дцатый. Да. Один на... Один на... Один на... Дцатый. Снова начинается бурное веселье и хождение ребёнка по рукам. Я же... Перебивая и перекрасывая, конечно, ты же говорила. Ты всегда говоришь, только всякую ерунду. Начинается переграммка между четвёртой и шестой, которая растворяется в общей суматошке. Ротогло выгорается временем. Теренадцать на ноль. Судьи свистят в свисток. Веселье сразу стихает. Приготовиться к приёму пищи. Конечно. Одиннадцатому уже давно пора поесть. Все начинают, как всегда, суматошку готовиться к обеду. Ноль просыпается в трёхглазах, смотрит вниз, затем уезжает на место. Всё отработано, устраивается вдоль приготовленного стола в шерене. Десятая держит одиннадцатого. Судья свистит в свисток. Начинает играть в выстроенную музыку. Приступить к приёму пищи. Все хватают тарелки, начинают есть руками и бегать по кругу. Многие для необычного. Первый и вторая едят и бегают на месте. Десятая кормит одиннадцатого. Успевает при этом с ним играть и ласкаться. Все чётные с завистью смотрят на них. Первая не выдерживает восьмая. Дай я попробую. Ты, наверное, уже устала? И не чуть, и не устала. Восьмая пытается забрать пятьдесятого ребёнка, но та упорачивается. Шестая, обижавшая на десятое, ловко выхватывает в это время у неё одиннадцатого. А вот и устала. Я сама видела. Шестая начинает неукруже кормить ребёнка, его у неё выхватывают. Одиннадцатый начинает ходить по чёрным рукам, его чуть не роняют, а начинает плакать. Образуется пробка и свалка. Некоторые продолжают бежать на месте и есть. Дайте мне. У меня одиннадцатому будет удобнее всего. Вторая забирает ребёнка себе и начинает его кормить, посадив на стол. Все смотрят на них, переменяясь на Минарную. Судья свистит в стол. Все начинает снова бежать. Закончить приём пищи. Приготовиться к приёму воды. Все недогонно ставить тарелки на стол. Некоторые пытаются довезти. Вторая быстро декармливает одиннадцатого, передаёт его первому, который неукруже держит его на вытянутых руках. Вторая, приготовив стакан с водой, забирает одиннадцатого. Сверху отпускается платформа с морем, с морем. Он доедает шашлык на шампуле, заплевает его из бутылки. Все быстрее ли с левой стороны. Судья свистит свисток. Приступить к приёму воды. Все бегут и, как обычно, свисток в воду. Вторая, последняя, не спеша пробегает вдоль стола. Пробегая при этом одиннадцатым по столу, пьёт сама и пройдёт его. Судья свистит свисток. Закончить приём воды. Все начинают прибирать стол и собираются расходиться. Одиннадцатый оказывается на руках по восьмой. Десятый украска пытается припрятать колебку с едой. Ребята, я всё вижу. Это для одиннадцатого. Он наверняка проголодается ночью. Так что он будет ночевать на чётной стране? Ведь он будет ночевать на чётной стране. Что? Что? Власно. Одиннадцатый будет ночевать на чётной стране. По крайней мере, сегодня, пока не подрастёт. Дорогая, а как же правильно? Я точно помню пункт 4.2 о том, что юниоры могут ночевать на чётной стране, пока номеров как следует не влезут. Но такого пункта... Дорогая, я точно помню. Ты мне бы недавно садишь. Да-да, я сама слышала, и помню, и знаю. Да, идём. Многие закивали, остальные молча согласились. Тогда мы пошли укладывать дитя. Всечётные облинулись на свою сторону, грудившись возле восьмой и заигрываясь в листок. Нечётные номера тоже собрались к себе. Стойте! Ведь ещё не было старта. Все на мгновение заняли, а затем вернулись в центр сцены. Кто-то садится, кто-то остаётся стоять. Одиннадцатый класс, что отсиднул на руках восьмой. Ноль, наковырявший зебек оспать ниже шелка, и уже скучающий кожу зиму. Томительное ожидание. Ноль, взглянул, если увидел, что ничего не происходит уже давно, снял трубку телефона, коротко и безвучно познание. Судни и круги подносят пальцы к ушам и выслушивают приказ, как это делает телохранитель. На того загорелось время. Девятнадцать ноль ноль. Судья свистнул свисток. Удивлённая. На старт. Все выстрелились на линии старта. Восьмая качает одиннадцатый. Первый строго показывает ей наконец шеренку. Внимание! Восьмая нехотя передаёт ребёнка десятой. Десятая серьёзным видом сразу же вытягивает руки с одиннадцатым в сторону, продолжая им шеренку. А кто-то первый встал на своё место и начал расставать пистолет, десятая тут же принялась танцевать с одиннадцатой. Первый стреляет из пистолета и начинает бежать. Все следом за ним в обычном порядке, не забывая вдавать дурацкую ходу посредине пробега. Играет быстро музыка. Некоторые пытаются коситься на заигравшуюся десятую, которая, вспомнив в последний момент, что её очередь лежать, догнала застывшего после девятого и напугала его одиннадцатым. Оба засмеялись. Ребёнок заплакал. Четвёртая грубо забрала у десятой одиннадцатого. Дура, не умеешь, не держись! Ребёнок не успокоился на рыбах у четвёртой. Все озабочены, не успеварчивают и суетятся вокруг. Вторая отбирает одиннадцатого у четвёртой и сама пытается его успокоить. Восьмая незаметно подходит к седьмой. Тихо, но требовательно. Я думаю, что настало время нам серьёзно поговорить. После ночи поговорить. Седьмой отходь к огню. Восьмая расстроена отходь к огню в обучке четвёртой и побудущей в последней пустой. Четвёртая видит, что седьмой одиннадцатый украдкой подходит. Нам надо серьёзно поговорить. Да. После ночи. Седьмой отходит ягнёк. Четвёртая разумнённая отходит к кучке чёплых. Вторая успокоила наконец одиннадцатого и с важным дедом понесла его на чёплый в сторону. Глазгай. Идёт байк. Всечётная бурьбой уходит за ней. Пауза. Первый увлечённо перечитывает правила. Ну что, признавайтесь, кто заделал юнца? Что заделал? Не переживай, дед, тебя я не рассматриваю. Рассматриваю себя. А чё меня рассматривать? В пятом. А я думаю, что это тебя не касается. А касается только от сайтовых бутян. И касаться меня не надо, и рассматривай. Третий отходит от них, подходит к первому и начинает заглядывать в правила. Девятый буклор подходит к пятому, но намного ниже и меньше его. Пятый толкает в пузо в девятого. Так это может твоих рук дело? Насколько я слышал, это делается не руками. Аааа, тогда куда тебе? Ты ведь только об этом слышал. Глупо смеётся. Седьмой встаёт между ними, разделяя. Прекратите. Я думаю, что всё само собой выяснится. И образуется. Правда, брат? Седьмой отнимается девятого за плечи и ведёт в нечётную сторону. Шашки, лекарды. Разговоры, брат, разговоры. Разговоры, разговоры. А поряд все, а что поряд? Не пади. Седьмой с девятым, а за ним и третий, входят на нечётную сторону. Первый тоже начинает уходить. И пятый пристраивается рядом и берёт его под руку. А ты бы у него спросил, убиваясь наверх. Кто всё-таки? Да я уже спрашивал. И как? Отвечай. Первый и пятый уходят. Сцена погружается в полумерал. Судьи, как обычно, ставят секцию и начинают ходить в другую. Ноль, видя, что никого нет, и снова становится скучно, ложится спать. Через некоторое время с чётной стороны тихонько входит восьмая, подходит к забору и ждёт. В ходе четвёртая тоже идёт к забору, и там в темноте натыкаются на восьмую. Обе держат и начинают ощупывать друг друга. Кто здесь? А ты? Кто здесь? Это я. А это я. Не узнают друг друга. Ноль вскакивается за его ложью, включает прожектор, шарит его лучом в руку, в руку и наводит значок. Они снова вскрыгивают, луч прожектора дёрнулся. Это ты? А, это ты. Медленно. Что ты тут делаешь, а? Взяв себя в руки. То же, что и ты. На луну любуюсь. Указывает на прожектор. Начав уверенно. Ха-ха! Так я тебе и поверила. Ты ждёшь его. Я чувствую. Я всегда чувствую. Скуксилась. Чувствую я своё превосходство. Подумай только, какие мы чувствительные. Многие не болят, если мне ступать. Вторая. Сумая? Нет. По мне, так ты своё уже отходила, по я тебе запас присылать. Что? Я? Да-да-да-да. Так что я на бачу память. Я память 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 память. А не ты. Я память. А это мне долго исправить. Сейчас он быстро бесплатным станет. Чувствую ты хватает восьмую. Начинается женская подосовка. Слетает шапочкой. Спускается голосом. Обе неистого лежат. Ноль с интересом наблюдающей затраты. Расширяет круг от луча прожектора до размера небольшой арены. На крики выбегает вторая, шестая, десятая. И разнимает дюйм. Тихо вы оглушённое дитя разбудите. Завтра с утра выйдем обея по подушке и бьетесь в курую браку для самого подсчёта очков. А теперь спать. Быстро. Пазово это чётное слово. Все успокаиваются. Отбирают слетевшие шапочки и идут на чёткие стороны. В самих воротах четвёртая, идущая позади восьмой, поддавая их сзади, и драка ненадолго стукнула вновь. Все чётные уходы. Продолжая выяснение отношений. Со стороны нечётных входит седьмой и девяк. Прислушиваются. Вроде гром, примерно. Или стреляли. Ноль наводит на них луч прожектора, сузили его до обычного размера. Да вроде тихо. Показалось, наверное. Так на чём мы остановились? Значит, ты серьёзно думаешь, что наш мир всё-таки несовершенен? Ноль прислушивается. Ноль ничего не слышит и берёт слуховой рожёт, который тоже особо не помогает. Ну конечно, тоже переходят на шёпот. Но вот только ты так не думаешь.